Добрый день дорогие друзья, приветствую вас на канале Гороскоп. Хорошие мои, поддержите пожалуйста канал лайком и подпишитесь, а мы начинаем. Гороскоп на 9 июля 2019 года. Овен. Завтра Овен будет находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от него быстрых решений, тогда рассеянность Овена не принесет ему особого вреда. А вот если события будут его тормошить, пытаясь подвигнуть на серьезное дело, Овен вдруг может забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Овену завтра противопоказана любая активная деятельность, кроме той, которой он захочет заняться не для результата, а для души. Телец. Завтра Телец при желании способен добиться многого. Однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Телецу достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей, или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае его активностью и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах. Близнецы. Завтра день не склоняет Близнецов к проявлению организаторских способностей. Однако, если они все-таки возьмутся что-нибудь организовать, то результат порадует всех. Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже о обычной вечеринке или выходе в свет. Близнецам достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно им подыгрывать и помогать. Рак. Завтра Рак склонен заняться ничего не деланием. И ситуация будет играть ему в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Рак предпочтет этого не заметить. Его расслабленный настрой практически невозможно изменить. Так что формула, работа не волк, станет завтра временным девизом Рака. Звезды Гороскопа советуют ему посвятить этот день трем основным направлениям. Себе, своим близким. И еще раз себе, конечно же. Лев. Завтра для Льва очень удачный день. Его энергичность дает ему фору перед окружающими, которую он имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Лев возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуться с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды Гороскопа советуют Льву не размениваться по пустякам. Если уж ему завтра везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу. Дева. Завтра Деве противопоказано браться за большие дела. Да и небольшие, в общем-то тоже. В последнее время она и так потратила немало сил, так что хватит грести против течения. Настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды Гороскопа советуют завтра Деве обратить внимание на те сферы жизни, которые она в последнее время совсем запустила. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи. Отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор или диван. Весы. Завтра весы будут находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под их резвый ритм. Весы же будут чувствовать себя способными на многое. Их деловая активность, хватка и острый ум на высоте, помогая им как семечки одну за другой решать самые главные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно их раздражать. Так что завтра весам лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы. Скорпион. Завтра Скорпиону следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того, чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют ему заняться чем-нибудь приятным, к примеру, творчеством. А вот точным наукам душа у Скорпиона завтра лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами – для него куда непредпочтительнее, чем непонимающий глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц. Стрелец. Завтра стрелец просто обязан поделиться своими мыслями с миром, или по крайней мере с небольшой его частью, со своими близкими, коллегами или друзьями. Его голова будет работать четко и не инострадно, являясь генератором великих идей. Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь, стрелец завтра настолько опережает других, что должен периодически останавливаться, давая окружающим возможность его догнать. Козирог. Завтра у Козирога вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за тела. День склоняет его к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений, зато голова обещает работать на самом высоком уровне вынашивая плана, в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут завтра в голову Козирога, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Козирогу продвижение в карьере и хороший доход. Водолею. Завтра Водолею повезло. Ему в воле-неволе придется заниматься тем, что он любит. Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют ему иного выбора. Если он возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего. Рутинные обязанности способны вызвать завтра у Водолея такую скуку, что он рискует вывихнуть челюсти от зевоты. А вот если дело вызовет у него живой интерес, оно обещает принести Водолею не только массу приятных эмоций, но и отличный результат. Рыбы. Завтра рыбы могут проявить себя как замечательный друг или как опасный противник. Тут уж кому как повезет. День наделяет их проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые их планы будут отличаться изобретательностью. Идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями или о том, как попортить кровью врагам. В обоих случаях рыбы опрещены на успех. Так что лучшее, что могут сделать их оппоненты, это попробовать с ними подружиться. Спасибо за просмотр, хорошие мои. Желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. До встречи. Пока.